Жители Нефтьюганска выкладывают многочисленные видео в соцсетях. В городе появилось очень много сотрудников силовых структур. Нефтьюганцев просят сохранять спокойствие. Дело в том, что в городе проходят масштабные учения. По легенде, террористы захватили инфекционное отделение окружной больницы. Не все пациенты и сотрудники успели эвакуироваться. Часть людей оказалась в заложниках. На месте событий сейчас работает наш журналист Антон Войтович. Сейчас мы находимся в Нефтьюганске, где в восьмом часу утра на территорию больницы зашел молодой человек с большим рюкзаком. Спустя какое-то время к нему присоединились еще двое с такими же рюкзаками. Силовики подозревают, что в этих сумках может находиться взрывчатка. Почти сразу после визита незнакомцев появились сообщения о захвате заложников. По тревоге подняты все экстренные службы города. Объект отцеплен, не пускают никого. А через дорогу в библиотеке развернут оперативный штаб. Заседание оперативного штаба пролило свет на происходящее. Требования террористов традиционны. Они хотят 5 миллионов евро и самолет. А пока в дело готовятся вступить переговорщики, руководство оперативного штаба должно обеспечить безопасность нефтьюганцев. И первый и самый важный вопрос – безопасность людей. На данный момент в больнице 448 пациентов. Предприняты немедленные меры к их эвакуации. Людей перевезли в медицинские учреждения Сургута, Нефтьюганска и Пытьяха. 23 человека не успели эвакуироваться и в настоящий момент находятся в заложниках. Террористы уверенно заявляют силовикам о готовности убивать. Переговорная группа стала работать сразу, как только был установлен первичный контакт. Здесь первая скрипка в руках у психолога. Важно установить психологический портрет преступников. Алло, здравствуйте. Я уполномочен вести с вами переговоры. Скажите, пожалуйста, что случилось? Я захватил заложники людей. Я требую 5 миллионов евро. Ты же понимаешь, требования твои выдвинуты, мы их принимаем, но как бы 5 миллионов евро, это же не так быстро все собрать. На это потребуется временно. У вас времени, в принципе, предостаточно. Мои намерения жесткие. Я буду стоять на контакте. Программа «Максимум» заставит террористов сложить оружие, обойтись без штурма и избежать жертв. В настоящее время переговоры еще идут, но, кажется, психологу удалось нащупать слабое место преступников. В ближайшее время все должно закончиться. После чего силовики проверят здание на наличие взрывчатки и подведут итоги масштабных учений. Антон Войтович, Владимир Гайнзе, телерадиокомпания «Югра».